Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аргелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я опять снимаю ролик с Лисой. Всем привет! Надеюсь, что вам понравится это видео. Потому что я сама не знаю, что здесь сегодня будет. Карин, мне ничего не сказать. Да, сегодня у нас ролик под названием «Правда или действие». У нас есть вот такая вот коробочка, она общая, и в них записки «Правда, действие», «Правда, действие», «Правда, действие», просто словами. И есть отдельная коробочка с правдами, и отдельная коробочка с действиями. Точнее, да, да, все правильно. Кто у нас вытянет из этой коробочки правду или действие, тот и выполняет соответственно задание из этих коробочек. О, нифига! У нас задания очень интересные, с неловкими вопросами или какими-то остыдными якобы действиями. Еще мы играем до того момента, пока все бумажки не закончатся. Надеемся, что вам понравится это видео. Не забывайте ставить обязательно лайки, обязательно подписываться на канал и включать себе колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео Карины. Ну и на мой канал тоже. Да, по ссылке ниже в описании можете подписаться на канал Лисы. Ну а мы начинаем. Поехали! Так, ну что ж, давай на суефакту первый и решим суефакту. Скорее, ты знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. По факту, да, реально. Суефа, суефа. Все, Лиса первая. Давай. А, нет, я первая, раз я проиграла. Да, ты первая, раз я проиграла. Сейчас, чтобы все было по-честному, я возьму вот эту коробочку, закрою ее и тщательно перемешаю все листочки, которые там лежат. Все, отлично. Остальные я тоже сразу перемешаю. Она так опасно трясет, такое чувство, что Миша с ударит. Да, да. Поэтому я в другой руке держу коробку. Отлично. Все перемешано. И я начинаю. Первая бумажка. Они все у нас там салитлись. А ты что хочешь больше? Правда или действия? Ой, я не знаю. Наверное, правду для начала. Ну-ка, давай, давай, давай. Правда! Это правда. Смотрите, ребят, у меня правда. Теперь я вытягиваю листочек с правдой. И смотрим, что же там такое. Как бы ты провела время, если бы все время отдыхала? Так или иначе, я даже не знаю, как можно ответить на этот вопрос. Но для меня любое занятие, которое мне нравится, которым я занимаюсь, например, съемка видео и так далее, это для меня и так отдых. Я даже не знаю, что бы я делала. Да я бы также подписала на этот вопрос. Это вопрос какой-то сложный, знаешь, потому что я сейчас пока что не хожу на учебу. И, блин, я не знаю, я снимаю ролики, я сижу в телефоне, я выкладываю фотки в Инстаграм. Я занимаюсь тем, что мне нравится для меня это отдых. Если бы мне это не нравилось, это не считалось бы отдыхом, и, соответственно, я бы сказала что-то другое. Все, мы приступаем к следующему заданию. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Теперь я тяну вот отсюда, да? Да. Вот мне сейчас очень действие придет, я уже чувствую. Думаешь? Две бумаги? А, нет, одну. Две я взяла. Какую мне выбрать? Да, выбираю теперь ты. Справа. И... ДЕЙСТВИЕ, КАРИНА! Я не видела. Капец, ну все, давай, значит, интересно, какое попадется. Мне кажется... Вообще без понятия, что там происходит на самом деле. И я, кажется, выбрала две, Карино. Они все перемешаны, и некоторые между собой лапта. Слева давай, наоборот, делай. Так, что-то там много текста, много букв. Ага. Придумать самому себе подвижный танец и научить... И научить что? И научить второму этому танцу. Как она таки слота. Ну, значит, придется придумать какие-то нелепые движения, чтобы ты тоже нелепый танцовала. Это действие, получается, и для меня, и для тебя, знаешь? Да, это два в одном. Это мы вдвоем будем выполнять. Отлично. Знаешь, я подумала, все-таки... Я не тот еще танцор, я вообще певец ртом, поэтому танец я придумала на диване. Ага. То есть мы будем сидеть и одновременно танцевать. Ага. Арина, ты готов? Я готова. Потому что я уже придумала какой-то танец. Ага. Ну, сейчас попробуем. А, ну, это самое подобное, чем у меня. Слушай, ну, как глаза у нас. Это, конечно, как тупо выглядит. Боже мой, ну, как знаешь? Две дурочки, которые решили подеградировать на камеру. Давай, мы именно этим и занимаемся. Да-да-да. Ну, ладно, нормально. Действие засчитано. Теперь я. Хочу правду. Действие, блин. Окей, хорошо. Наконец-то. Уже становится веселее. Позвонить в ресторан и забронировать столик на 15 человек. Ресторан там очень опять, не так будет. Ресторан, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Не подскажете, мне нужно столик у вас забронировать. Это же Макдональдс? Да, конечно. Извините, мы опять в свободу с муссей не бронируем столики. А, а скажите вообще, по возможности у вас же бронируются столики на 15 человек? Я просто мать многодетная. Мне очень нужно. А, возможно, да? Хорошо. Спасибо большое. Не подскажете, у вас бургеры есть в меню? Да, есть. Все, спасибо большое. Я приду с детьми. Спасибо. И это было не особо как-то... Я не знаю почему, когда я начинаю звонить, я начинаю в голове прокручивать всякий бред, знаешь? Просто... Это было так страшно. Это было стыдно. Это было стыдно. И, к сожалению, они не бронируют по пятницам столики. Так бы я что-нибудь еще поинтереснее бы придумала. А мне подрастут кого? У меня... Ой, мой мать. У меня подрастут детей. Ну, наверное, мне кажется, он говорит, боже мой, где я работаю? Чего за люди заняться? Потому что многие-то тоже звонят по розыгрышам, знаешь? Типа поржать. А он думает, что это реально такие люди, что они не прикалываются, что реально... Просто аромат. Это капец. Окей, я выполнила. Давай, давай. Ладно, поехали дальше, теперь я. И у меня... Правда. Правда. Ага. Предвкушение, знаешь? Если бы ты кому-то завидовала, то кто бы это был? Интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Ты знаешь, как на него ответить? Я не знаю, ну... Так, давайте подумайте, кому бы я завидовала. Но это точно не человек. Это мог бы быть какой-нибудь, типа, актер в сериале. То есть роль какая-то. Да. Потому что реальному человеку я даже не совсем понимаю, кому теоретически можно завидовать. Конечно. Да это и так, типа, зачем завидовать? Естественно. Ну, я бы, наверное, завидовала бы Нарути. Я не знаю, у меня просто первое, что было бы, что... Наруто, это Наруто, ставьте лайк. Я не смотрела, я не знаю, о ком ты говоришь, потому что я в этом не разбираюсь. Но! Значит, это очень круто. Да, Наруто. А, ответ. А, отлично. А вы кому завидуете? Напишите в комментариях. Да, пишите ниже в комментариях, кому бы вы завидовали. Только чего вы не пишите Наруто, потому что Наруто я уже сказала. Да, Наруто уже лиса. Я думала, тоже могу немножечко ответить на этот вопрос. С самого детства я смотрю сериалы и всякие фильмы с Джимом Керри. Я бы завидовала ему, потому что он очень веселый, интересный, и он очень хорошо играет свою роль. Я его прям вот обожаю, он очень крутой. Я бы завидовала Джима Керри. Окей, давай дальше. Действие. Сегодня мне что-то как-то не везет, знаешь? Очень. Окей. Съесть лимон. Это задание я боялась больше всего. Смотрите, у нас есть вот такой вот прекрасный лимон. Ни ножа, ничего. Я должна откусить его с кожурой, чтобы хотя бы было, ну вот, прям жестко. Что-то какие-то есть. Понимаешь, у меня уже слюно-наделение такое. У меня уже тоже пошло. Да, да, да. Итак, мне принесли пакет. Сейчас я постараюсь откусить лимон. Ребятки, мне решили порезать лимон, точнее как-то его вскрыть. Его можно вскрыть, я точно так понимаю. Ну вот сейчас мы и проверим. Так, мне почистили лимон. Вот так вот он теперь выглядит. И моя цель сейчас откусить его как яблоко. Вы бы не представляете, насколько пахнет лимоном. Вообще, пособуется все в лимон. Напишите ниже в комментариях, чистили или кусали ли вы когда-то лимон. Мне кажется, что это очень сложно, потому что лимон в основном режут. И его невозможно как-то почистить. Представьте, если бы я попробовала сейчас почистить лимон своими ногтями. Мне кажется, они бы остались в лимоне вот так. Ой, Лера, она пробовала, и не получилось. Да, да, да. Ну что ж, поехали. Боже мой, умру сейчас. Она его ест, ей вообще нормально. Посмотрите, ей реально нормально по ее лицу, судя. А мне плохо, ей нормально. Все нормально? Да. Вкусно? Он кислый, но я люблю кислое. Ты понимаешь, что это нормально? Пусть лом. Карина ест все. Это вкусно. Это вкусно и не особо кислое. Ну что ж, я выполнила задание. Я откусила лимон. А я в шоке сижу максимально. Потому что я не особо морщилась. Я обожаю кислое. Я уже настолько к нему привыкла, что я постоянно даже в ресторанах прошу, чтобы мне приносили лайм или лимон. Я постоянно его просто так ем. Поэтому для меня это задание было простое. Как хорошо, что оно не досталось мне. А то я бы сейчас умерла сейчас. Да, да, да. А, сейчас я тебе все правильно. Теперь ты. И у меня... Действие. Ой, Лиса, молись. Я реально тебе говорю. Мне кажется, что уже лимон, а будет уже ничего не было. Да, да, да. Говорит с акцентом до следующего хода. Поехали. Ну ладно, я буду говорить с акцентом. Наверное, вообще не знаю. С акцентом, я так понимаю, кого? Я не знаю, тебя, наверное, говорят. Это, знаете, похоже на гадалку. На гадалку реально. Знаете, какие-то гадалки подходят к вам на улице? Давай свою руку сейчас я тебе нагадаю. Ух, я вижу, тут много, много травм от ногтей. Да, да, да. Много травм от ногтей. Спасибо, дорогая. Пожалуйста. А деньги мне дай? На. Это не деньги, деньги дай. Где мы возьмем деньги? Не, не надо мне. Надо заплатить за гадание. Денег дай. На кошелек с деньгами сразу тебе. Кошелек Гуччи хороший, оригинальный, дойдет мне. Спасибо, дорогая. Так. Беру. Бай, что там будет-то. Да, интересно. Правда. Вытягиваю листочек с правдой. Ты о чем думаешь, находясь в туалете? О чем думаешь? Давай, говори мне. Ой, ты такая наркомания, ребят. Ой. Ага. Я ни о чем не думаю, находясь в туалете. О чем думает любой человек? Ну, я не знаю. Находясь в душе в туалете, я обычно пою песни и думаю о том, что я буду делать на протяжении целого дня. А находясь вот прям вот в туалете, я ни о чем не думаю. А разом задам я тебе вопрос сама. Усложняющий. Ага. О чем ты думаешь в общественном туалете, когда бумаги там туалетной нет? Я ни о чем. Я реально, типа, не знаю. Ни о чем не думаю. О, я просто... Не-не-не, слово на букву Б думаешь. Да-да-да, согласна. Я просто такая, боже мой, не, все, я пошла оттуда. Это как бед. На самом деле, советую любому подписчику, перед тем, как пойти в туалет в общественном месте, проверить, есть ли там бумага. Они в конце уже позорятся, так что... Вот, это вам такой совет. Ну что ж, Ниса. Вах, наконец-то, совет можно убрать, потому что я вытягиваю новую. И у меня здесь правда. Смотри, у нас правда все меньше и меньше. Да-да-да, да и действий тоже. Так, у меня никогда нибудь давало кому-то дожевать свою жвачку. Нет. Не было такого. Я даже не могу себе представить, в какой ситуации, мам, что такое произошло. Да-да-да, это все бред. Типа, я такая ставлю жвачку, ко мне какой-то такой челик на остановке или там где-нибудь еще такой «Э, дай жвачку». Я такая «На». Нет, нет-нет-нет. Нет, ну, малая, может, тебе приходилось там как-нибудь, когда-нибудь, типа, надо жуй, там, я не знаю, у всех же были разные ситуации. У меня тоже такого не было, но так или иначе. А у вас были такие ситуации, когда вы дожевали жвачку или у вас просили вашу жвачку дожевать. Пишите в комментариях. Этот вопрос меня просто сбил с толку. Я в шоке. Да-да-да. Какое может быть вполне себе. Хорошо, мы ждем от вас комментариев, потому что мы что-то удивлены. Да. Комменты. Я достаю. Ага. И это, тут, тут, там, правда. Что-то у нас с правдой с тобой попадается. Окей, вытягиваю любую. И там у меня... Кто, по твоему мнению, из парней-блогеров неплохо бы смотрелся в колготках? Кто бы из парней смотрелся круто в колготках? И во вгой? Нет. Я знаешь, кого хочу называть? Наверное, Руслан. Любимый Crazy Mega Hell. Мне кажется, ему бы очень подошли колготки. Это прям под его стиль, мне кажется, очень бы даже вписалось. Особенно... Кринсор или в сеточку. В сеточку. Да, 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 да. В крупную, в такую красивую сеточку, еще были такие каблуки, знаешь, лапутены огромные. Ему бы очень подошло, серьезно. Подойдет. Вот так что мой ответ это Руслан. Отлично. Давай, теперь ты. Лиса сейчас просто представила Руслана в колготках. Да, да. Правда! У нас всего три правды осталось. А действий очень много, ребята. Руслана в колготках. Все, счастье, весело, да. О! Было ли такое, что ты рассказывала кому-то сплетню, а она оказалась неправдой, что ты чувствовала? Да, была такая ситуация. Конечно, это было в школе, потому что, я думаю, сама знаешь, как это в школе обычно бывает. Да, в школе все сплетни распускают. Конечно. Все распускают сплетни. Кто-то что-то ляпнул, кто-то что-то сказал. А что я чувствовала, когда узнала, что это неправда? Если честно, вообще ничего не чувствовала, потому что была настолько обыденная история, что даже на нее как-то не обратила внимание. Ну и там сплетня была, знаете, на уровне серии, там, формальная Даша пришла в школу, бессменные обуви, ее отправили домой, ее не отправили домой. Ну ничего вообще такого серьезного, поэтому, ну ничего. Ну да. Ну, так обычно и происходит в школе, так что. Это вам не визуализировать блогеров в колготках. Да, 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 согласна. Окей, дальше я. Правда. Блин, у нас у вас сегодня две правды. Каким животным хотела бы стать и почему? Ой, наверное, кошкой. Кошки любят олениться, знаешь, спокойно куда-то ходить, знаешь, смотреть вокруг, там, я не знаю, жрать, хоть в туалет. Да, да, да. Пафосный кит. Как обычно ты говоришь. Вот, так что в кошках? Кошки идеальные. А я хочу быть гамбургером. Гамбургером? Это животные? Мясом может быть в гамбургере уже полумертвым, таким, знаешь? Так что, мне кажется, у кошек просто самая обычная, прекрасная, ленивая жизнь. Так что я бы была... Мой кот только спит, ест, спит и не дает себя гладить. Вот. Видишь? Идеальные. Идеальные. Будет ли здесь последняя правда или нет? Действие. Все, поехали по действиям. Так, ну действий у нас тут еще очень много. И мое действие это давать самому себе 5 минут на протяжении 1 минуты. Это типа вот так или вот так. Наподобие. А давай пока я буду действия выполнять, ты просто будешь сзади хлопать. Ладно. Так будет интереснее. Окей, давайте я пока вытяну. Правда. Так, давай быстренько. Последняя правда. Следняя правда. Итак, смотрим. Как ты относишься к мату. Да зашипеть вообще на 5. К мату мне кажется, любой отлично относится. Ну типа, а что в этом такого? Многие есть, которые ненавидят материться, к этому херово относятся. Но это не на что. Я не скрываю, да. Я не скрываю, что я могу материться. Да, ну мне похуй. Так что отлично. Окей, давай, Лиса. Все. Я думаю, что минутка уже прошла. Это точно будет действие. Потому что здесь уже нет вариантов, в принципе. Можно бумажки эти больше не тащить. И так. Пам-пам-пам. Плезнусь мыло. Ой, Лиса, смотри. Я подготовила для тебя, но я не знала, кто выполнит это задание. Да. Вот такое вот прекрасное мыло со вкусом арбуза. Освежающее. Да. Так что сейчас я его тебе открою. Пахнет вам очень даже аппетитненько. Так что я думаю, что он может тебе понравиться. Водичка. Я уверена, что мне нужно мыло запихнуть. Но это будет противно. Но я надеюсь, что он не начнет у тебя мылиться во рту. Удачи. Опа, маленькая. Ладно. Да, да, да. Люди летают в космос, а у нас тут мыло всего лишь надо лизнуть. Ладно, пойдем. Поехали. Ну что? Сейчас пошли. Как тебе школьников просто зашкать. Да, да, да. Противно. Очень-очень-очень. Да, может тебе запить надо? Да. Держи. Ой, полный. Это реально как мыло. Потому что это мыло. Да, да, да. Очень противно. Не мылится во рту? Вроде я все на руку смызла себе. Отлично. Вот, очень-очень противно послевкусиям. Капец. А вот знаете, какое мыло по запаху, вот такое оно и на вкус. Один просто в один. Да, да, да. Да, да, да. Окей, теперь я тяну действие. Попробовать кошачий корм. Ладно, я рада. А что я пробовала? Итак, у нас есть вот такой вот кошачий корм. Мой кот дик поэтому сходит с ума. Он просто. Нравится? Вот именно вот это, у него что-то случается. Он есть. Попробуйте потом. О, я заберу. Ага, я попробую одну такую вот подушечку. У меня все еще мало во рту. Почему ты никогда не корчишь лицо? Это все вакциально мерзко, а тебе даже не сходит челюсть. Я ничего не почувствовала. И она реально хочет стать кошкой корм. Да. Это просто похоже на какое-то недожаренное мясо. Оно пахнет за километр очень-очень-очень-очень-очень-очень кошачий. Кошачьим кормом. Ну что, нет, я бы не сказала, что это невкусно. Если бы я попробовала сырой кошачий корм, может быть, я бы испорчил... Карина, извини меня, ты ела маму смузи из собачьего корма. Ой, я всеядная, ребят, мне кажется, просто. Ну что ж, Ниса, осталось два листочка. Выбирай любой. Два задания, дочери. Дудь в ухо 10 секунд. Да без проблем. Это мне уже какое-то действие, мне кажется. Ну, наверное, же с мылом воняет, но извини. Дудь прям сильно, чтобы было мерзли. Очень сильно громко и неприятно. Как будто, знаешь, идешь по ветру в плохую погоду просто, реально. Надеюсь, я тебя не оглушила. Опять позвонить. Позвонить рандомному человеку из контактов и сказать, что он не поздоровался со мной пять минут назад. Окей, так я смогу позвонить. Я выберу просто рандомный контакт, прям вот так вот сейчас, потому что все равно не знаю, кто-то у Карины есть, кого нет. Вот этот человек. А, тогда ты будешь звонить вот этому человеку. Богдай! Да? Бляд! Ой, извини меня, пожалуйста, солнышко, но... Ой, блядь. Да, хорошо. Благодарю, чтобы она не спала. Да, да, да. Солнышко, привет. Тебе удобно говорить? Привет, сейчас секунду, я отключила, что я ею в телефон. Нет, подожди. Ага. Здравствуйте. Слышишь меня? Да, слышу. Слушай, а ты где сейчас? Я, по-моему, тебя видела, а ты не поздоровалась. Это моя партия. Вот. Я только что тебя видела, и ты не поздоровалась. Нет, я это не видела. Ты где? Я на втором этаже. Это где только что была? Вы все у меня здесь есть. Вы все у меня здесь. Вы все у меня здесь. Вы все у меня здесь. Я не перезаровано, куда я была. Хорошо, солнышко, давай. Стой, 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 сука. Блин, я не верю в право, что я ей позвоню. Сука, мне неловко. Солнце, подожди, я снимаю видео, мне нужно было позвонить рандомному человеку, у меня нет в авиапарке. Прости, пожалуйста. Прости, прости. Давай, солнышко, давай. Все, она обиделась на меня, теперь не говорю. Это было очень обидно, мне кажется, ты прикинь. Отправьте сердечки в СМС. Да, сейчас отправлю. Да, отправь смайлики. Все. Она так обрадовалась. Да, она тогда весливая была. У нее было такое, что ура, нам кто-то есть, свои друзей у меня. Да, да, да. Я сейчас прибегу к единорогам, и она такая, «Эй, никуда не беги, я видео снимаю, это правда». Боже мой, это очень обидно, мне кажется. Но ладно, действия есть, действия под конец, немножечко нам было неловко. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось, мы закончим со всеми правдами и действиями, и я надеюсь, что вы опять увидите в лайк. Да, не забывайте переходить по ссылке ниже в описании, и, соответственно, подписываться на канал Лисы. Да. Мы старались сделать это видео максимально крутым и веселым, поэтому поддержите нас. Если вы хотите видеть еще одно видео, может быть, даже еще несколько видео с Лисой, то давайте наберем под этим роликом 150 тысяч лайков. Я уверена, что вы сможете это сделать, поэтому ставьте лайки и еще нажимайте на колокольчики, чтобы получать уведомления о новых роликах, потому что вы хотите видеть мои ролики первыми, а у меня очень часто проходят премьеры, поэтому не пропустите их и нажимайте на колокольчики. Всем пока! Пока!